Всех рада приветствовать на своем канале. Сегодня будем смотреть кармическую ситуацию, сложную ситуацию, которая возможно уже затянулась на длительный период времени. Просмотрим перспективы. Любая история когда-нибудь заканчивается, даже если нам кажется, что все затянулось изрядно, на самом деле в ментальном пространстве свои сроки. И часто они не зависят от нас. Но рано или поздно случается поворот в ситуации и все становится на свои места, на круге своя. Давайте посмотрим, будет ли поворот в вашей истории и что вас ожидает за ним. Итак. Закрыты двери. Ничего не можете сделать. Ситуация действительно сложная. Зависимость какая-то есть от обстоятельств. Либо же просто ожидание, потому что ничего не можете сделать. Вот зависимость от обстоятельств. Как сложилось, так сложилось. Ничего изменить невозможно. Двери закрыты, ключей у вас на руках нет. Восьмерка жезлов. Крутой поворот развития событий. Начало движения. Вот они жезлы летят в окно. Вот прям неожиданный какой-то поворот, неожиданный момент. Какое-то случайное стечение обстоятельств. Что-то будет происходить неожиданно. И в десяточку кубков вы переходите. Карта успеха. Карта преодоления. Карта выхода. Или карта, скажем так, знаете, нахождения верного пути. Нахождение выхода через прояснение какой-то ситуации. Через тайны. Вот какие-то тайны. Что-то скрыто от ваших глаз. Но по девятке жезлов. Жезл зажигается. Вы в неизвестности. Вокруг вас много тайн. Что-то скрыто. Скрытая информация. Вот откуда сложности идут. От вас очень многое скрыто. Это негатив какой-то вокруг вас. Знаете или не знаете. Но он есть. Манипуляции нечестные, скорее всего. Хочется мне прям сказать. Нечестные манипуляции идут. Конечно, боли было вам много. Доставлено все из-за мужчины. Какая-то борьба, что ли, за мужчину здесь идет. Не знаю. Ситуация очень сложная для вас. Ситуация сложная. Вы понесли в прошлом большие потери. Удар для вас. Какой-то был. Но смотрите. Стремительное развитие событий. Будьте готовы. Еще одна карта внезапности. Появление человека. Мужчины. Некогда ушедшего. Некогда сделавшего выбор в другую сторону. Резко человек себя повел по пажу мечей. Паш карта мелкая. Такая, знаете. Инфантильная. Инфантилизм. Показывает незрелость. Какой-то необдуманный шаг. Неверное решение. Какой-то шаги необдуманные. Скажем так. Ну вот. Вот так. Ну решил, что он маг. Что он все может. И что где-то его чаша судьбы его будет наполнена. Скажем так. Дополна. Причем выбрал какой-то момент. Тут прям начинает новое начало. Смело так мужчинка тут себя повел. Уверенность у него твердая в том, что все получится. А в итоге. Так. Вот десятка пентаклей. В какой-то союз переходит. Связанный. Где денежки. Имеют большое значение. Быстро очень перемещается. Очень быстрое движение. Как-то вот. Событие за событием. Одно сменяет другое. Для вас это шок. Вы в шоке. Вы в шоке. Видите. Отшельник. Абстрагировались. Ушли в себя. Чтобы обдумать. Да. Ситуацию. Чтобы как-то вот. Себя привести в порядок. Свой внутренний мир. Да. Раздрать конечно. Действительно кармическая здесь ситуация у нас. У кого-то. У кого-то сложная ситуация. Ну давайте будем перспективы просматривать. Резкий поворот будет. Как и в любой застывшей истории. В любой стагнации. Рано или поздно. Будет резкий поворот. Потому что. Для того. Чтобы запустить перемены. Нужно сдвинуть ситуацию с мертвой точки. И вселенная вам даст такой шанс. Как рывок вперед. Что-то резко будет происходить. Прям очень неожиданно для вас. Давайте посмотрим. Уточним. Так. Оп. Очень интересно. Какая-то борьба идет. Я говорю. Вот двусторонняя какая-то борьба. Вы внутри себя даже не понимаете, какая идет борьба. Насколько вы действительно сильная личность. Насколько вам вот как-то дано в этой истории победить. Я не могу сказать, что вам эта победа достанется легко и просто. Нет, эмоциональные потери. Вы понесете, конечно, эмоциональные потери. Это нервы. Это может быть физическое здоровье. Но карты говорят о том, что вы выйдете из этой истории победителем независимо от того, как вы себя ведете в этой ситуации. Действуете вы, бездействуете, пытаетесь вы пробивать стены, не пытаетесь. Вы все равно выходите в туз Пентакли. Это помощь свыше. Просто вот помощь, когда вам дают возможность перезагрузить прошлое, нейтрализовать весь негатив, который обрушился на вас из-за необдуманных действий какого-то короля. Или он ошибки какие-то допустил. Ну, там карта у нас такая была инфантильная, да, она здесь выходит, Паш, мечей. Человек инфантильно себя повел по отношению к вам. Ну, ваша жизнь перезагружается. Вы продвигаетесь вперед в какой-то союз. С ним или не с ним. Ну, вы продвигаетесь. Смотрите, для себя, для себя, вы лично, лично для себя закрываете какие-то двери. Потому что вы сильная личность. Вы что-то из своей жизни убираете, как отфильтровываете, да. Вот мне вот это не нужно. Я закрываю эти двери, у меня есть ключики. Я что-то закрываю, что-то открываю. Вот такой момент. Вы, как хозяйка собственной жизни, да, будете распоряжаться ситуацией. Потому что в ваших руках будут ключи достаточно мудрости, да, для того, чтобы продвинуться вперед. Да, вы императрица, и вы хотите нового пути. Здесь человек не хочет возвращаться в прошлое. Либо же согласен вернуться в прошлое, но в корне трансформировать ситуацию. И пустить ее по новому пути, знаете, как-то позволить прошлому, возможно, идти по новому пути. Да, вот, может быть, в другую сторону как-то повернуть что-то хотите. Мудрый какой-то... Будете выбирать вот какой-то мудрый путь. Я не знаю, вот внутрь себя будете заглядывать и искать там мудрость. И вы найдете, вы достаточно грамотный человек. Я так понимаю, что вы больше не хотите, как прежде, да. Вы духовного начала хотите. А вот император как-то вам не давал духовного начала, понимаете. Вот вы ждали, ждали, пребывали в каких-то иллюзиях относительно этого императора. Вот, и может быть, поэтому ситуация так затянулась у вас. Но у вас будет совершенно новое начало. Давайте смотреть более подробно новое начало. Здесь у нас моменты сожаления о прошлом, но новые перспективы открываются. Карта колесница, карта звезды и туз мечи. Мечи через принятие решения. Решение будете принимать. Здесь, знаете, какой момент? Может быть, неожиданно для себя примите какое-то важное решение. И это откроет колесницу вашей судьбы. Вот откроет путь. Как будто бы через преграду перешагнете, переступите и пойдете дальше. И все, и ваша ситуация уйдет в умеренность. То есть уже не актуально будет прошлое. Будьте готовы к тому, что вот будет ситуация, обстоятельства как-то сложатся резко. Вот неожиданно для вас. Так что вам придется принимать решение. И это сдвинет вас с мертвой точки. Определенность приходит в вашу жизнь. Открываются двери новые. Потому что карта звезды – это перспектива, это исполнение ваших желаний. Это будущее. Это когда открывается будущее, мы перестаем пребывать в подвешенном состоянии. Видите, как через принятие решений наполняется ваша жизнь. Чаша вашей судьбы. Вы что-то узнаете. Возможно, какие-то тайны. Что здесь за тайны все время? Тайны, связанные с финансами. У кого-то... Смотрите, какие карты. Восьмерка Пентаклей. Карта звезды и девятка Пентаклей. Думаю, что за загадки. А это ваши какие-то финансы. Может быть, вы где-то тайно зарабатываете. Как доход какой-то. Или откроется у вас доход дополнительный, который вы не захотите афишировать. У вас материальная стабильность падает. Прежде всего. Видите, как? Новый путь. Видите, почему вы свободная личность? Карта Дурак – это свободная личность. Это независимая личность. Что хочу, то и делаю. Как хочу, так и строю свою жизнь. Хочу – начну с чистого листа. Хочу – не буду пока как-то менять свою жизнь и принимать решения. Здесь вы независимый человек. Вам это приятно. Здесь как на душе комфортно от того, что у вас не будет финансовой зависимости от кого-либо. Вот такой момент падает. И вы таким образом получаете возможность выбирать, выбирать как-то свой путь. Вы понимаете, что перед вами несколько путей будет, несколько возможностей. Что-то вы будете отпускать, а что-то будете к себе пытаться как-то притянуть, примерить это на себя, возможно. Но, в принципе, по карте Дурак – это всё-таки новый путь. Это новый путь, это новая жизнь. Всё, что было, заканчивается. Через принятие решения всё-таки вы начинаете новую страницу своей жизни. Вы сильный человек, у вас достаточно ресурсов. Вы достаточно опытный человек. Здесь у меня не молодая девушка проходит по раскладу. Даже если она молодая, но она имеет за плечами какой-то серьёзный опыт жизненный, скажем так. Ситуацию какую-то прошла. Эти ситуации достаточно сложно, когда пришлось от чего-то отказаться. Кто-то, может быть, уход чей-то был. Достаточно длительная кармическая история всё-таки. По старшей Марке она отшельник была. Человек прошёл здесь достаточно длительный и серьёзный путь. Но вы выходите в материальную стабильность. Вот карты говорят, что это даёт вам какую-то внутреннюю уверенность в себе. Да, женщина, которая материально независима, имеет право делать выбор. Ну, как-то вот в нашем обществе так принято. Я не могу сказать, что это хорошо. Но давайте так, на чистоту. Деньги открывают нам пути во многом. Давайте будем мы уже рассуждать из реалий нашей жизни. Когда человек финансово независим, он имеет право выбора. И вот здесь такая ситуация. Вы будете иметь в своих руках какие-то ключи. И будете иметь возможность открывать какие-то двери. Те, которые, может быть, не каждый способен открыть. Просто потому, что нет финансовой возможности. Вы королевы жезлов. Видите, как. Работа. Работа, продвижение, карьера, инициативность. Вы будете работать, продвигаться, продолжать, преумножать своё финансовое благополучие. Так что упор делайте на работу. Может быть, здесь личностная сфера пострадала, поэтому вы ушли с головы в работу. Очень часто так бывает, когда человек потери какие-то претерпевает на личном фронте. Он уходит с головы в работу и достигает просто каких-то немыслимых величин. Да, здесь ситуация по восьмёрке мечей достаточно острая. Но у вас достаточно опыта жизненного. Достаточно как-то вот. Не знаю, человеку здесь внутренне грамотный. Вот интуиция у вас развита и умственные способности. И вы как-то всё это вместе объединяете и находите в конце концов какие-то варианты, приемлемые для себя. Вот вам жизнь подбрасывает проблему, а вы уйдёте немножко в себя, чуть-чуть, ненадолго, потому что отшельник у нас всё-таки не выходит. Сильно не погружаетесь в себя. Вы как-то интуицию включили, потом это всё на логическом уровне проиграли для себя, спланировали и начали движение вперёд. Здесь женщина такая достаточно активная, вас очень сложно сбить с пути, потому что вы знаете, чего вы хотите. Вы не склонны впадать в депрессию, вы не уходите в отшельника. Вы понимаете, что не везёт на одном фронте. Я буду продвигать там, где движется. Не буду я толкать тот камень, который пока у меня не сдвигается с места. Но давайте на личном фронте посмотрим. По работе здесь замечательно идёт продвижение и, может быть, какой-то дополнительный доход даже для вас будет открыт. Будете открывать что-то, что будет приносить вам доход какой-то дополнительный. Заниматься будете какой-то, наверное, деятельностью, может быть, новой. Или будете просто приумножать. Опять идут пентакли, вернее, карта Туз Пентакли идёт. Для кого-то это денежки, опять-таки, материальная стабильность, гармонизация жизни за счёт стабильности и ощущение себя императрицей. То, о чём я говорю, да. Женщина финансово независима, она императрица, ей этого достаточно, не важно, что там в личной жизни. Так, ну всё-таки на личном фронте-то король мечей у нас тут появляется и королева мечей. Так, ну это пара у нас. Контакт какой-то будет. Смотрите, какой-то человек всё-таки появляется в вашей жизни и с ним разговор, контакт, взаимодействие какое-то. Ну, мужчина выпадает вам. Так что будьте готовы. Может быть, человек такой будет, знаете, не очень эмоциональный, но вам такой не нужен. Вы человек практичный. Вы тоже королева мечей. У вас совместимость будет очень неплохая. Вы привыкли планировать собственную жизнь. Ну, и человек тоже такой достаточно продуманный по жизни. Жезловый, карты жезла. Видите, жезлы и мечи. Это логика, это мысль. Это планирование собственных действий. Вы так привыкли жить. И человек вам будет дан такой. Человек будет вам дан, знаете, как партнёр для работы совместной. Здесь отношения могут быть, отношения могут быть. Но очень много карт пентакливых, жезловых, говорящих о том, что отношения будут основаны на таком вот расчёте. На таком расчёте, когда вы будете в одну копилочку складывать всё. Будут работать ради одной цели какой-то. Здесь вот такой вот момент. Ну, тут ещё и кубковая королева. Ну, конечно, вы любви хотите. А кто не хочет? Вы хотите любить и быть любимой. Здесь однозначно, конечно, и чувств захочется, эмоций захочется. Очень быстрое развитие событий будет именно с этим человеком. И у вас есть возможность перейти с ним, с этим мечевым королём, вот в союз какой-то. Ну, давайте так. Влюблённый — это выбор, да. Это ещё не отношения. Это всё-таки, знаете, первая ступень к этим отношениям, когда вы будете человека рассматривать как потенциального партнёра и понимать, что вам нужно будет делать выбор, да, продолжать отношения, либо не продолжать. Здесь наступит какой-то момент, ситуация будет такая, когда вы должны будете принять правильное решение. Королева Пентакли, да, вот сделать правильный выбор, продумать, спланировать дальнейшее развитие этой ситуации, дальнейший путь ваших отношений. В какой-то момент нужно будет сделать решительное действие, потому что отношения должны переходить на какой-то новый уровень. Когда они всё время в одной нише находятся, они просто не развиваются, они начинают загнивать, и там болото образуется. Поэтому здесь не пропустите момент, когда нужно будет принять важное решение, чтобы перевести эти отношения в какой-то новый уровень. Колесница вашей судьбы открыта в личном плане. И при продуманном вашем подходе у вас будет судьбоносный поворот. Вы хотите отношений, вы хотите быть любимой женщиной, несмотря на то, что вы мечевая дама, достаточно такая продуманная, немножко рисковатая, да, ну, зато это помогает вам продвигаться по жизни, да, сильный характер такой мужской, можно сказать. Вот, судьбоносный поворот будет у вас. Судьбоносный поворот, колесница судьбы открыта, принятие решения за вами. И вы хотите продуманных отношений, основанных на каком-то расчете нормальном, вы их получите. Созависимости, что здесь за созависимости? Ситуация прошлого. Ситуация прошлого здесь может вас затягивать. Да, прошлый негатив, какое-то отношения были, либо что-то затягивает. Вот, знаете, как, вот хочется вспомнить, хочется еще поверить, что где-то вот будет что-то. Может быть, временами как-то вот находят такие на вас печальные мысли. Но выходить надо из иллюзий. Карты Жезлы, да, у нас говорят об активности, о том, что нужно двигаться вперед, да, зацикливаться на прошлых неудачах не стоит. Тем более, что перспективы у вас замечательные. По троечке кубков вы выходите в свою личностную удачу, вершить будете судьбу самостоятельно свою. Ой, королева Жезлов. Вот активность. Ой, это у нас король Жезлов, да. Здесь, смотрите, здесь как будто бы вот, ну, вы женщина такая, знаете, привыкли. Ну, как у вас мужская энергетика, вот как будто бы, да. Вы Жезл все время держите в руках. Вот привыкли вот так. Как-то вам увереннее и спокойнее, когда ситуация находится в ваших руках. Ну, в данном случае это неплохо. Вот он, император, выходит человек, который достаточно, ну, скажем так, захочет немножко вас переломить в какой-то момент, да, потому что вы такая продуманная, стабильная. И с вами непросто построить, потому что вы держите Жезлов все время вот в своей руке. Ну, он все-таки императором хочет быть, понимаете. Тут мужчина хочет взять в свои руки ваш союз, да, ваш союз. Так что будьте к этому готовы. Да, видите, он хочет, он хочет быть продуманным, он хочет, чтобы вы все-таки были кубковой, да. Ну, хотя бы немножко проявляли себя как кубковая. Ну, мужчина любой хочет видеть женщину слабой, женственной такой. Слабой в смысле того, что вот, ну, уступчивой, более мягкой, да. С сильной личностью все-таки они хотят нас видеть, но слабой в плане, вот, уступчивости, в плане общения с ним, в плане строения отношений. Вот такой вот момент, да. Ставите какую-то точку для себя лично. Переживали, страдали, много слез пролито. Ну, иерафант говорит о том, что вы ничего, по сути, не потеряли. Отчаиваться вам не нужно, нужно идти вперед, строить новые отношения. Хотя вы не очень хотите, вы заняты работой, вас это устраивает. Да, стабильность финансовая, к которой вы пришли, придете еще, это вас устроит полностью. А вот над личной жизнью нужно работать, да. Здесь нужно именно вот работать, строить взаимоотношения, контактировать, знакомиться, если у вас нет партнера сейчас. У вас есть все перспективы для того, чтобы построить достаточно хороший союз, десятка кубков. Кубков, да. Это все-таки семейная карта. А вы к стабильности к этой стремитесь. Вы хотите семью, да. Вы на деньгах-то не очень зациклены. Карта правосудия говорит о том, что вот они, весы, да. Вы хотите равновесие в вашей жизни. Это нормально. У нас проблема какая сейчас в обществе? Деньги перевешивают, духовные, да. И браки сейчас заключаются на финансовой какой-то договоренности, на финансовых аспектах. У вас нет, вы хотите равноценных отношений, чтобы денежки были и чтобы любовь и чувства. Да, и собственно говоря, у вас для этого есть все возможности. Двери открыты. Надо их увидеть, надо их прочувствовать. Нужно сделать шаг вперед, потому что без наших действий перемены запускаются очень редко. Надеюсь, что информация была для вас полезной. Второй, конечно, роскошный инструмент. Есть над чем подумать, поразмыслить всегда. Даже если расклад не проигрывается стопроцентно, да. На сегодня все. Я прощаюсь с вами и надеюсь на встречу в других раскладах.